Почему у авиакомпании возникли проблемы с перевозками в Турцию, как изменились правила обмена валюты и кто займется поиском инопланетян. Здравствуйте, это рубрика про деньги, информационная программа День. В студии Анна Авдеева и сейчас в новостях экономики подробнее. Могут ли владельцы крупных банков ими управлять? Вопрос корректности совмещения роли собственника и единоличного руководителя обсуждался на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Не исключено, что в перспективе тему поднимут на регулятивном уровне, пишет газета «Коммерсант». По мнению представителей Центробанка, это позволит исключить конфликт интересов. Если банком управляет владелец, у которого есть другой бизнес, он может игнорировать риски, возникающие в увеличении объема кредитования. Когда организацией руководит наемный менеджер, такие злоупотребления теоретически меньше. Сейчас в России не так много крупных банков, где собственники осуществляют оперативное руководство. Это явление они объясняют кризисом. На сегодняшнем сложном рынке участие акционеров в операционном руководстве дает возможность быстро принять управленческое решение, взяв на себя стопроцентную открытую ответственность за его реализацию. Уверен, что лет через пять при более стабильной рыночной конъюнктуре собственники банков начнут постепенно выходить из операционного управления. И, наверное, многие из них будут рады такой возможности. Объясняет председатель совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов. Самолетов катастрофически не хватает. Авиакомпании предупредили о возможных проблемах с перевозками в Турцию. Предполагалось, что первые чартеры полетят на турецкие курорты уже 7 июля. Однако сейчас все лайнеры авиакомпании задействованы на других направлениях. Представитель Северного ветра, который являлся крупнейшим перевозчиком в Турцию, рассказал ведомостям, что сейчас главными чартерными направлениями являются Тунис, Греция и Болгария. Найти свободный борт для полета в Турцию компании будет сложно. В Азурейр также признали, что таким количеством рейсов, как было в прошлом году, обеспечить не смогут. Правительство утвердило единые правила отбора подрядчиков для проведения капремонтов. Компании должны будут пройти отбор и дождаться включения в региональный реестр. Чтобы в него попасть, подрядчикам придется подтвердить свою репутацию. У них не должно быть долгов по налогам и контрактов, расторгнутых из-за существенных нарушений. Ответственность операторов будет обеспечиваться безотзывными банковскими гарантиями на всю сумму обязательств и обеспечительными платежами. Новый порядок станет федеральной гарантией эффективности использования собранных средств. В прошлом году на капремонт россияне внесли 97 миллиардов рублей. При этом на работы в многоквартирниках было потрачено лишь 25 миллиардов. В России упрощен обмен валюты. Президент подписал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Напомню, с прошлого года в России при проведении валютно-обменных операций на сумму свыше 15 тысяч рублей клиенту необходимо было предъявить паспорт и оставить контактную информацию. Номер телефона, факс, электронную почту и ИНН. При этом банк мог потребовать сведения о финансовом положении человека и источники происхождения его денег. Теперь обменять иностранные деньги до 40 тысяч в рублях можно без документов. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Россияне получат пенсионные накопления живыми деньгами. По прогнозам Минтруда, массовые выплаты единовременных платежей начнутся в следующем десятилетии. Об этом пишет Известие. Предполагается, что с 2022 по 2031 год деньги получат около 9 миллионов человек. Тогда на пенсию начнут выходить граждане 67-го года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляли накопительную часть по 6%. У большинства застрахованных выплаты составят 3% от суммы пенсии. Всего на разовые платежи пенсионерам по прогнозам понадобится 797 миллиардов рублей. Однако эксперты отмечают, что единовременные выплаты накопления – это не только риск для самих застрахованных, ниже коэффициент замещения и размер пенсии, но и для экономики в целом. Это будет означать потерю длинных денег, поскольку фонды в отсутствие притока новых средств вынуждены будут вынимать деньги из долгосрочных активов и вкладывать в ликвидные и более короткие. Фонды не смогут инвестировать средства, а должны будут их выплачивать. У них может просто не оказаться средств для выплат. Прогнозирует председатель Совета Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В России сократилась безработица. За последнюю неделю численность официально зарегистрированных нетрудоустроенных уменьшилась на 14 тысяч. По данным Минтруда, особо заметна положительная тенденция на Ямале, Алтае, в Крыму и еще ряде субъектов. На прошлой неделе премьер-министр России подписал распоряжение, с которого следует, что 17 регионов страны получат более 700 миллионов рублей для борьбы с безработицей. Деньги в том числе выделят и Челябинской области. По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, доля россиян, которые не верят в возможность найти новую работу в случае увольнения, выросла до 39%. Кроме того, с начала года зафиксировано снижение зарплат. Китайские ученые начали охотиться за пришельцами. В Гуйчжоу завершилось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа для поиска внеземной жизни. Он состоит из 4,5 тысяч отражающих панелей, общая площадь которых сопоставима с площадью 30 футбольных полей. Строительство прибора началось в 2011 году. Чтобы создать самый чувствительный в мире радиотелескоп, власти переселили в провинцию около 9 тысяч человек. Работы обошлись почти в 185 миллионов долларов. Планируется, что запуск гиганта произойдет в сентябре этого года. С его помощью будут искать инопланетян, изучать эволюцию галактик и исследовать далекие космические объекты. Это была рубрика про деньги, информационная программа «День». Далее смотрите рубрику «Гости дня». Придется ли менять старые бланки полисов ОСАГО на новые, расскажет руководитель Российского союза автостраховщиков ВУРФО Вячеслав Тарасов. До свидания и удачи в делах. Знай свои деньги. На территории Российской Федерации в обращении находятся банкноты Банка России номиналом 1000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года. Проверяйте признаки подлинности банкноты. Герб Ярославля. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. Защитная нить видна на лицевой стороне в окне фигурной формы. При наклоне банкноты в окне появляется радужный блеск или число 1000. С оборотной стороны защитная нить – это светло-серая полоса с темными числами 1000, которые на просвет становятся светлыми на темной полосе. На однотонном поле при наклоне банкноты появляются цветные полосы. Они переходят в полосы, которые видны постоянно на темном участке в нижней части поля. Такой же эффект есть и в ультрафиолетовом свете. Водяной знак – это портрет Ярослава Мудрого и более светлое число 1000. Защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Подробную информацию вы можете найти на сайте Банка России www.cbr.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова